Всем привет, рады приветствовать всех на своем канале. Сегодня видео я начну опять с распаковки. Это посылка с Алиэкспресс от Уршу Угар. Здесь два полигеля и один гель-лак. Тюбики небольшие, взяла на пробу. Посылка была хорошо упакована. Все целое и пришла она за три недели. В первом тюбике будет полигель с глиттером. Он имеет небольшой лавандовый оттенок. В упаковке написано, что это гель, но по консистенции полигель с глиттером. С этим полигелем я уже работала, видео есть на моем канале, носится отлично. Разравнивать и распределяется тоже хорошо, в опиле легок. В втором тюбике тоже полигель, но написано гель. Этот полигель такой же консистенции, но им я пока не работала. Это флуоресцентный полигель, он должен накапливать свет днем и светиться ночью. Светция у него мутно-прозрачная. Запаха эти материалы не имеют. Гель-лак пришел три в одном. Флакончик здесь пластмассовый, поэтому и стоил этот гель-лак намного дешевле, чем все остальные, но по качеству он просто супер. Типсы выкрашивать буду его в два тонких слоя. Перемешаны голографические блестки, светоотражайка и серебристая окошко. Гель-лак не плотный, но в два средних слоя перекроет ноготок. Магнитом собираю рассеянный блик. Конечно, камера, как я не пробовала снимать, не передает всей красоты, блеска, переливов этого гель-лака. Я уже перекрывала ноготки этим гель-лаком, видео уже есть на моем канале, можете посмотреть. Сегодня у меня на коррекции вот такие ручки, это моя работа, видео есть на моем канале. Здесь я тестировала полигель от LilyCute. Конкретно этот в розовом оттенке я тестировала уже второй раз, так как в первый раз он очень плохо ложился, нагревался ноготки и тек. Но второй раз, когда я с ним работала, он в принципе не нагревался, не тек и работать с ним было удобно. Что в первый раз случилось с этим полигелем, непонятно. А я снимаю старое покрытие до тонкой подложки. Покрытие, как всегда, относилось отлично, была небольшая отсловка, все на том же месте. Средние пальчики, которые немного деформированы ручкой. На этих ноготках, в принципе, любой полигель носится отлично. Сегодня будем пробовать укреплять их гелем. Работает твердосплавной фрезой на 25 тысячах оборотов. Аппарат у меня строен к 204. Апрессивной палочкой аккуратно буду отодвигать кутикулу. Она немного налипла, но отодвигалась хорошо. Затем пилочкой 180 грит приступлю к опилу ногтевой пластины. Сначала убираю глянец от рожей части ноготка и затем выравниваю весь ноготок после фрезы. Опиливаю аккуратно, не задевая кутикулу. Как мы будем укреплять ноготки гелем, форму сейчас я тоже буду опиливать. У меня это пилочки с Алиэкспресс на деревянной основе. Они тоненькие и очень удобные. Сейчас вы можете увидеть нашу единственную небольшую отслойку. Хорошо опиливаю ее. Сегодня у меня будет комбинированный маникюр. Начинаю с фрезы пламя. На 17 тысячах оборотов обрабатываю подкутикульное пространство, синус и боковой валик на форварде. На реверсе обрабатываю все в противоположную сторону. Щеточкой я периодически убираю всю лишнюю пыль, для того, чтобы хорошо видеть весь эптеригий я убрала. Глубоко фрезой не залезаю, так как здесь достаточно тонкая и нежная кутикула. И близко расположены капилляры. Хорошенько обрабатываю боковые валики, так как они достаточно сильно огрубели. Буду переворачивать ручку и поднимать так называемую юбочку. Поднимать кутикулу для лучшего среза. Аккуратно ножничкой убираю всю лишнюю кутикулу. Аккуратно работаю в синусах, для того, чтобы не задеть лишнего. Ну и вот такой результат у меня получился. Обезжириваю, додетрирую ноготки, наношу бескислотный праймер. Наношу аккуратно, не задевая боковые валики и кутикулу. Каждую 1 минуту и буду втирающим слоем наносить каучуковую базу. Пока я тестироваю базу от Fenshing May, в носке она показала себя отлично. Аккуратно прокрашиваю ноготки, не задевая кутикулу и боковые валики. Расушиваю в лампе 30 секунд. На сегодня будет простой, трендовый с блестками. При этом он яркий и нежный. Беру яркие разноцветные блестки и наношу их у кутикулу, аккуратно распределяя и растягивая их немного к центру. Можно взять в принципе любые блестки, которые у вас есть. И будет смотреться круто. У меня это гель с блестками, но в принципе можно намешать и базу с блестками. Кисточка помогает себе ближе к кутикуле и боковым валиком подтянуть блестки. Чтобы они были поближе к кутикуле и не смотрелись как отросший маникюр. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я буду молочным гелем делать укрепление и заодно градиент. Тонко прокрашиваю ноготок гелем молочным. Затем беру капельку побольше. Ставлю там где должен быть апекс. И распределяю ее по ноготку выстраивая архитектуру. Затем растягиваю по всему ноготку и тонкой кисточкой ближе подвожу к блесткам. Превращу ноготок, центрирую каплю. Просушить в лампе 1 минуту. Работаю конверным способом. Укрепляю так все 10 ноготков. У нас сразу получается и укрепление и дизайн. Кстати, вместо молочного геля можно взять бежевый или розовенький. Уже будет смотреться красиво. Молочный мне кажется более нарядным. Молочный мне кажется более нарядным. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А я на этом буду с вами прощаться, всем до встречи, успехов!